здравствуйте друзья спрашивает человек вот с высоты говорит вашего жизненного опыта но я думаю не столько жизненного может быть сколько опыта нахождение в эмиграции наблюдения за большим количеством людей в эмиграции вот говорят какие ошибки вот помогите избежать вот куда они в не вляпаться и надо сказать что чист философские вопрос этот неразрешимый потому что если у человека как бы вот в этой реинкарнации да он должен совершать много ошибок с тем чтобы познать как бы последствия то он будет их совершать ничего же сделать нельзя я-то каждый день наблюдаю людей которые деньги заплатили чтобы им вот сказали как и что и чтобы избежать ошибок но это не нет не то чтобы они вот как-то следуют и они они сделают все чтобы не пойти тем путем который позволит избежать ошибок если можно где-то что-то сделать неправильно они обязательно это сделают и давайте я что хочу сказать что вопрос помогите избежать ошибок имеет смысл только тогда когда человек реально готов слушать и людей реально готовых слушать я не видел много своей жизни но может быть процентов ну 20 еще процентов может быть 30 до так чтобы до 50 это люди которых но можно так стать возвращать к жизни периодически их можно поругать и они вернутся на рельсы какие-то а еще есть еще 50 хоть ты что делай вот это это из тех кто заплатил деньги чтобы его научили так что братья от себя же не уйдешь что сказать ну вот как бы теперь переходим к ответу на вопрос да так уже чтобы я мог сказать существенно когда вы попали в иммиграцию а иммиграция связана с тем что ну как бы другая обстановка и вы можете много форумов прочитать и конечно лучше форумы читать чем не читать особенно например вы скажем если на форуме говорим про юс там есть файкью да то есть все основные вопросы просто собраны в одном месте концентрировано но хотя бы это изучи потому что на форумах много времени нужно потратить чтобы там что-то значит выбери себе форум если который там подвести форум обходят не нужно мы говорим про и вполне достаточно значит и вот значит разбирайтесь прочитайте файкью конечно лучше это сделать чем не сделал но дальше ошибка состоит часто в том что человек думает я все знаю я на форумах прочитал там ребята рассказали и так далее это ошибка когда вы приедете и столкнетесь с реальностью вы увидите что очень много все равно не понятно а то что вы думали что она вот так она совсем не так при том что вроде бы на во время чтения форума все понятно и я думаю что мы мы все в жизни все кто учился там я не знаю в институте например да мы часто сталкивались тем что читаешь понятно теперь тебе говорят ну сделай и друг раз и непонятно то же самое произойдет значит надо быть готовым к тому что если вы даже готовитесь не не все пойдет гладко если вам кажется что вы хорошо владеете языком вас ждет разочарование по всяком случае как минимум краткосрочная кратковременная да то есть вы приедете и поймете что вы не понимаете о чем люди говорят или так не очень понимаете или гораздо хуже понимаете чем вам казалось что вы понимаете дальше что в миграции самый как у как бы основной такой вопрос адаптационный это найти своих как бы прибиться к ставим знаете вот из-за вот этой вот игрушки непонятный безымянный вот я был когда-то странный игрушкой безымянный который в магазине никто не подойдет вот от от безымянные игрушки прибиться к чему-то чтобы стать вот этим чебурашкой которому каждая дворняжка при встрече лапу подает и в частности вот вот каждая дворняжка из тех что у тебя так сказать в твоем круге общения она должна быть опытная она должна быть знающий она должна быть доброжелательной и тогда 99 проблем 99 процентов проблем снимутся они уйдут в никуда потому что происходит это просто год незнание от непонимания от не ориентировки на местности от как бы сказать от того что люди не в состоянии отличить между теми скажем кого надо слушать и теми кого не надо слушать и вот ну что делать я не знаю как как вот например разобраться кого слушать кого не слушать правда если человек не в состоянии у него проблемы он начнет слушать там людей которые слушать не надо в итоге попадет капитально и мы такого видели и слышали на форумах читали множество всяких историй на этот счет есть но как вот что есть какая-то таблетка проглотил и вот ты видишь кто жулик кто кто честный кто умный кто дурак кто действительно что-то знает а кто там щеки растопырил и ходит понты у него там и тогда я не знаю сложно я кстати вот считаю что не не в том смысле что я там кому-то говорю приезжать к нам учиться там это это происходит само собой я мне не надо ничего говорить для это но я считаю когда думаю о том какую ценность мы приносим жизнь людей вот я хочу сказать что у нас такой тусняк тут на местности вы не можете промахнуться вы сразу попадаете в такой тусняк где есть очень много людей которые знают о чем речь есть есть много таких которых тоже слушать не надо я я вдруг вижу вот человек там его объяснили что там и он делает не так я а почему что не так а вот я в классе посмотрел там кто-то делал нашел куда смотреть на этим то есть и у нас тоже есть народ ищущий пока свой путь как бы не нашли чем но вы попадаете в тусняк где много народу которые знают и подскажут и так далее поэтому вот найти свой тусняк найти своих людей хорошо когда у вас есть родственники хорошо когда у вас есть друзья и эти родственники допустим состоявшиеся или друзья они состоявшиеся они знают путь они в состоянии вам его рассказать показать может быть какое-то терпение проявить если надо проявить вот вот к этим людям езжать вот их совета слушать я бы так сказал но то есть должны быть которым вы доверяете я и и когда они есть очень важно быть ведомым если вы не будете ведомым а если вы будете со своими там делами и тут он возражает там у него свои соображения там еще так тебя никто вести не станет учитель появляется там где есть ученик нет ученика так и учителя нету а как тоже кому же делать то ничего вот поэтому вы не знаете с какой частотой я вот на это все нарываюсь вот приходит человек ему сделали резюме а он три месяца в стране или может быть он даже шесть месяцев стране он еще и по английски то не очень он еще ни разу в жизни работы здесь не нашел я уже не говорю там войти там в профессии вот в этой вот и ты смотришь что он делает и вот там есть ну два десятка правил которые нужно соблюдать например когда ты резюме вывешиваешь там на дайс на монстр на карьер билдер вот смотришь как он вывесил вот сколько правил было столько он нарушил причем а это зачем а вот он а он у него свои соображения резюме очень берет резюме я даже ну вот я сделал сколько там тысяч я боюсь собрать на тысяч 10 уже и 20 лет этим занимаюсь и и вот он берет мое резюме которое своей рукой написал и начинает его править причем если бы он хорошо поправил я бы только радовался но он не может он ну чек который реально ни одного резюме не сделал и это другая страна и он может и на русском то никогда не сделал и вот он начинает его править и и так я и я говорю на что ж ты а зачем ты и опять играет свои соображения это обреченные люди им нельзя помочь и никто не хочет им помогать понимаете вот он приходит у меня проблемы яку конечно как же я я я всегда говорю 10 процентов сторону отошел 90 процентов потерял возможностей но не каждый может быть видом я сам не очень хороший как видом и я я я себя так хорошо знаю я тоже пойти сразу там вместо чтобы делать что говорят я там тут у меня мысль там у меня мысль здесь мысль там и тогда я это понимаю очень хорошо и не то что этом но 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 пока ты не стал ведомым пока ты не научился делать то что тебе объясняют делать и ты вроде пришел чтобы тебя научили да поэтому вот возвращаясь я на примере вот этого я поскольку вижу каждый день значит я хочу сказать что существенно оказаться в правильной тусовкой дети плохому не научит и у меня есть отдельное видео на самом деле одно из самых вот первых и среди тех где мы их номеруем где я говорю о типичных там типичные ошибки нового эмигранта и там с покупкой дома например там приехал сразу дом купил на кеш там или там поехал в какой в какое-то место где там подешевле а там работы нет и так далее то есть у нас есть видео прям прям на эту тему где разбираются подробные такой большой список когда-то написал там с полтора десятка или с десяток разных таких характерных ошибок она есть я не хочу повторять я может быть ссылочку дам в описании к этому видео я дам ссылку на то видео если кто-то захочет посмотреть а так вот в целом вот найти своих и это не так сложно сегодня сегодня есть форумы сегодня есть вот социальные сети сегодня вы можете найти людей увидеть списаться договориться я вот вижу ребята сейчас приезжают раньше мы много народу встречали в аэропорту всех встречали а сейчас я смотрю нет они в большинстве уже сами приезжают и кто-то там встречает какие-то уже там друзья тусовки и я думаю что наши видео в этом немножко помогают потому что вот вы видите кого-то и говорите вот он вы ему написали он вам ответил там и пошло и поехал поэтому это самое главное все остальное уже прилагается и знаете вот это вот пословица когда говорят что лучше с умным потерять чем с дураком найти я вам хочу сказать с дураком найти нельзя вот если вы меня спросите лично нельзя найти с дураком больше того с умным и потерять тоже нельзя потому что если вы с умным что-то потеряли это значит что вы научились чему-то вы может быть приобрели гораздо больше чем вы потеряли потому что вы вот этот опыт за деньги не купишь поэтому от дураков подальше и все вот такой как бы главный рецепт если вы так сказать в состоянии следовать и применять на практике счастливо а а а а а Субтитры подогнал «Симон»